Здравствуй, мой дорогой друг! Добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Это рубрика обзоры модов. И сегодня я вместе с тобой познакомлюсь с модом под названием Марк Аполло G4 1400. Этот мод, как ты видишь, добавляет автобус, но их там будет аж целых три. Да, вот такой мультимод у нас получается. Но перед тем, как мы на этот автобус посмотрим и полноценно прям его оттестируем, я тебе хочу порекомендовать один очень интересный канал по не менее интересной игре под названием Subtransit Drive. Канал GameChrome примечателен тем, что ведет его реально действующий машинист московского метрополитена. Он покажет тебе и расскажет обо всем, как работает игра. Также на канале ты сможешь найти обучающие ролики по Subtransit. И также в перспективе на этом же канале будут обзоры обновлений данной игры. Плюс ко всему, прямо сейчас на канале проходит конкурс, где ты сможешь выиграть один из десяти ключей для iOS либо Android. В общем, переходи по ссылке в описании, подписывайся на канал. Удачи тебе в конкурсе. Ну а мы продолжаем. Итак, начнем. Что же из себя он представляет? А представляет он из себя автобус. Как это не странно бы сейчас прозвучало. Конкретно в данном случае, вообще в принципе всегда, машина изначально будет доступна под брендом Mercedes. Вообще здесь не как три мода скрываются в одном, а три бренда. Это Mercedes, Volvo и Scania, которые меняются. Они имеют некоторые отличия, но чисто визуальные. Что касаемо внутренних потрохов по типу салона, салона водителя. Плюс-минус одинаковые, но отличаются только приборки. Сейчас конкретно посмотрим на Mercedes. Вообще весь базовый тюнинг мы посмотрим на нем, да. А уже потом будем переключаться на другие модели, чтобы просто посмотреть, сравнить, так сказать, чем они отличаются. А внешняя модель достаточно, в принципе, неплохая. Единственное, что меня насторожило, это только вот блестящая текстура колес. В остальном моделька вроде бы даже ничего. То есть прям такой старый-старый-старый автобус, который скорее всего где-то, наверное, в Южной Америке, я думаю, по большей части эксплуатируется. У нас таких я не видел в Европе. Уж подавно я таких не встречал. Но, может быть, кто-то знает более углубленно историю этого автобуса. Буду рад, если в комментариях вы раскроете нам тайну. Итак, по тюняшкам. Давай смотреть, что у нас тут есть. Кузов у нас здесь, естественно, один. По шасси. Вот здесь как раз-таки и кроется весь этот секрет. Что мы видим? Первый вариант у нас Ejecutivo. Они все здесь такие. И Leito. Понятия, опять же, не имею, что это такое. Но отличается это все дело сиденьями. Сиденьями. И, по большому счету, все. Отличается только сиденьями. И все. Больше здесь не меняется ничего. Абсолютно. Как бы я ни менял. Как бы я ни пробовал что-либо здесь переставлять и тюнить. Нет. Этот более вариант Leito или как ли правильно. Он более люксовый, как ты видишь. Здесь более барские такие сидения. С правой стороны по ходу движения здесь вообще по одному сидению. А Ejecutivo, вот этот вариант, да, он, ну, более такой уже, так скажем, гражданский для челяди. Ну, в общем, ты понял. Это у нас конкретно Mercedes. Дальше то же самое у нас идет под брендом Scani. Мы видим то, что везде у нас теперь появились шильдики Scani сзади, сбоку, спереди. По салону все то же самое. Это у нас простой вариант, а это у нас более люксовый вариант. Volvo. Та же самая история. То есть у нас немножечко изменяется решетка радиатора, добавляются новые шильдики и также у нас меняются салоны. Еще что я заметил, при вот таком быстром переключении видно, что немножечко передняя ось то сдвигается вперед, то задняя тележка сдвигается назад, то колесная формула меняется. Вот, допустим, здесь она более привычная нам по грузовикам, да, где у нас задняя ось поворотная и еще и, наверное, скорее всего она подъемная. А, допустим, в Mercedes она располагается посередине. То есть вот такие вот детали и, в принципе, больше ничем друг от друга это не отличается. По салонам. Что касаемо Mercedes, смотри, вот такой вот тут прям салон. Сделано неплохо, откровенно признаться, но вот это прям текстуры ужасные. Их нужно переделать. Да и вообще, в принципе, все смотрится так, будто сделано из пластилина. Никакого рельефа, ничего нет. То есть вот как бы это постоянно перед глазами и будет, на самом деле, мозолить глаза. Сама приборка сделана, кстати, неплохо. Очень даже все читаемое. Такой приятный руль. Модель сама даже, в принципе, неплохая у клавиш. То есть прям достойно. Чуть-чуть приложить руки, чуть-чуть поработать над текстурами. Да, и в принципе, в принципе, ничего себе даже получится салон. Это у нас был Mercedes. Сейчас мы с тобой переключимся на Scania. Да, согласимся на замену. Также посмотрим в салон. Вот это все убранство здесь, оно остается точно такое же, да. То есть вот это все, оно вокруг одинаковое, но будет меняться конкретно приборка. Конкретно будет меняться центральная часть и, соответственно, руль. Ну, тут мы видим руль от грузовика Scania. В принципе, плюс-минус похожий там на 100 плюс какую-то серию. Ну, такая вот тоже интересная приборка, где вообще все собрано в одно. Если посмотреть Mercedes, там как-то более-менее все по сторонам, да, разбросано. А здесь такой огромный мультиприбор у нас получается, в котором уже все вот эти датчики сделаны и контрольные лампы. Ну, прикольно. Scania молодцы, умеют в компоновку. Ну, и давай уж ради частоты эксперимента посмотрим на Volvo. Вот такой руль, как на Volvo F12, например, да. По Евротраку нам, опять же, знакомы. Клавиши здесь немножечко видоизменились. Тут у нас система кондиционирования торчит, да. Вот какой-то вот этот элемент непонятный тут у нас лишний, либо это козырек, наверное, такой. А, блин, это вот такая же часть. То есть, вот эти части, они здесь как бы утоплены, да, засинхроненно получается. Просто показалось то, что здесь обрублено все. Ну, потому что текстура это пластилиновая, запечки нет, теней нет. И поэтому вот такая ерунда. Ну, и приборка здесь уже немножечко иная. Я даже не знаю, на базе чего построить. Volvo, как бы, она немножечко отличается именно внешкой. То есть, если по передку смотреть, да, что Scania, что, допустим, тот же Mercedes, они по передку одинаковые. А Volvo, она все-таки вот немножечко видоотличается, видоизменена решетка. Вот эта полоска фирменная, вольвовская. Ну, наверное, ее я, в принципе, и оставлю. По двигателям. Кстати, в зависимости от того, какое шасси ты выберешь, у тебя будут, соответственно, фирменные двигатели. То есть, в моем случае я выбрал Volvo, у меня доступны движки Volvo. Если выбираю Scania, то, соответственно, Scania. Если Mercedes, то Mercedes, и звуки, соответственно, под каждый двигатель будут разные. По коробкам здесь она одна, шестиступенчатый ZF. По салону плюс-минус мы уже посмотрели, поэтому сразу переходим к цветам кузова. Здесь все на скинах, это очень удобно сделано. Все скины абсолютно одинаковые, что на Volvo, что на Scania, что на Mercedes. Здесь их очень-очень-очень-очень много, очень много, очень много. 30 штук аж целых, да, их реально до хрена. Ну, и плюс ко всему, здесь есть вот такие заготовки в районе 10 штук, которые позволяют тебе уже самому самостоятельно покрасить автобус, да, в тот или иной скин, который ты захочешь. Ну, вот этот, кстати, выглядит классно. Чуть-то так перебирал-перебирал, наткнулся на этот. Выглядит очень-очень даже неплохо. Наверное, его я и оставлю. По тюнингу. Здесь он, опять же, повторюсь, одинаковый. То есть, что на Volvo, что на Scania, что на Mercedes, тюнинг будет идентичный. Кроме колес, да. Здесь у нас вот конкретно на Volvo только вот такие. У нас идут колесные диски, которые меняются по старинке еще через смену резины. Если мы поставим Scania, там будет немножечко иной. Если поставим Mercedes, там будут колпаки. Вот этот непонятный тюнинг, я абсолютно не знаю, зачем он нужен, какую он цель несет, вообще не понимаю. Вот, ну, просто зачем? Если кто реально шарит за этот весь странный бразильский тюнинг, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я реально не понимаю, для чего вот эти палки ставят на колеса. Нахрена они там нужны? Я не могу понять. Вообще вот просто нет никаких у меня даже предпосылок. Здесь дым из выхлопной трубы можно сделать. Вот конкретно это еще шасси отличается, допустим, от Mersa тем, что Mersa выхлопная выведена назад. А если мы берем Volvo, то труба здесь, поставим дым, здесь будет завеса постоянно у нас дымовая висеть, да. И, соответственно, ни хрена мы в левое зеркало не увидим. Также я не понял, что вот это значит. То есть, какой бы кузов я ни ставил, какое бы значение я ни выбирал, здесь у меня не меняется. Ровным счетом ничего. Ни снаружи, ни внутри по салону. То есть, ничего я не понимаю, что это такое. Честно, вот вообще я не смог понять. Ни потом, когда делал тест, я не понял, что это такое. Ну, какой-то секрет. Наверное, какой-то секрет. Здесь, ого, вот так у нас можно сделать. Смотри, то есть, типа заглушка. И раз мы вот эту вентиляцию, так скажем, открыли. Ну, окей, прикольненько. Здесь дополнительные лампочки мы можем налупить в случае чего. И снизу, да, они у нас могут быть точно такими же, но чтобы как-то более-менее все это выглядело одинаково. По задним шинам все то же самое. То есть, полный дублеж у нас идет, так сказать, если можно так вообще, в принципе, выразиться. Дубляж тех колесных дисков, да, которые у нас идут спереди. И, повторюсь, на всех типах марок они одинаковые. Здесь еще одни лампочки можно прикрутить. Очень мало лампочек, нужно побольше. Здесь у нас вот такой красный карпет. Интересно смотрится, но он кладется именно в кабину водителя. Здесь логотип Volvo. В зависимости от того, опять же, какую ты марку выберешь, на Мерседесе ставится здесь. Ну, и на Скайне, соответственно, тоже все это меняется. Можно логотип вообще переместить вот сюда, и он максимально будет где-то внизу. И даже не подумаешь на то, что это, в принципе, Volvo. Здесь обивка, вот эта самая текстурка меняется. Ну, раз полы красным, то и, соответственно, все мы здесь тоже сделаем красным. Зеркала у нас одни. Здесь у нас вентилятор в салон. Здесь у нас меняется само водительское сидение. Ну, здесь такой элемент кастома салона присутствует. Можно вот такое лакшери сидение себе прикрутить. Здесь у нас тоже идет вентилятор. Здесь у нас идет GPS. Это мы посмотрим уже в салоне непосредственно. Здесь куча вот всяких табличек с уже заранее подготовленными надписями. Возможно, это для каких-то бразильянских карт сделано. Но самое главное то, что подумали о других картах, о других вообще, в принципе, разработчиках карт. И можно здесь по большому счету написать самому. Благо мой город Омск замечательный. Можно написать английскими буквами. Он будет выглядеть как русскими. Поэтому я поставлю Омск. Ну, а здесь, не знаю, можно написать, допустим, ну, типа вот так. Саратов какой-нибудь, да? Либо там, не знаю, Москва. Вот так вот можно написать. То есть вот у нас много таких городов, которые и по-русски, и по-латиннице пишутся как будто как по-русски. Очень круто. Вот так вот оставлю Омск, Москва. Почему бы и нет? Здесь у нас тонировочка делается. То есть можно полностью вообще все затонировать. Весь пассажирский салон будет затонирован. Но пока ставить я это не буду, дабы посмотреть на тюнинг салона. Здесь передняя шторка. Жалко, ее нельзя вообще в принципе удалить, да? По той простой причине, хотя бы, хотя бы по той простой причине, что у нас это все тонируется. Но когда окно здесь затонировано, на кой хер здесь в принципе эта шторка нужна, непонятно. Либо хотя бы как-то их в кучку по бокам собрать, да? Вот это было бы гораздо интереснее. Здесь у нас меняются текстурки сидений. Ну-ка, давай-ка мы, кстати, знаешь, что сделаем? Поставим люксовый вариант и посмотрим, поменяются ли у нас эти сидения. Да, также текстуры меняются. Их, правда, по-моему, несколько меньше, как оказалось, да? Нежели чем... А нет, столько же. Их оказалось столько же. Во! Оставим вот так. Выглядит прикольный скин. Потом, если что, поставим, поменяем другой. Здесь вот так мы можем посадить пассажиров. Здесь у нас, пожалуйста, идут вот эти самые шторки в кучку присобранные, да? И уже в принципе все. То есть больше здесь смотреть не на что. Мы можем вот так взять в наглую и затонировать пассажирский салон. По водительскому убранству у нас руль один. Здесь всегда стандартно будет у нас стоять вентилятор. Либо здесь, либо здесь. Два их поставить нельзя. То есть у нас будет конфликт, и выбираешь либо один, либо другой. Здесь у нас всегда идет навигатор. Вот эти три элемента тюнинга, они всегда на всех салонах одинаковые. Ровно то же самое касается пола. И ровно то же самое касается, опять же, повторюсь, сидений и вот этой вот обивки. В принципе, все. Больше здесь смотреть не на что. Теперь отправляемся на тест-драйв. Переходим к ночным тест-драйвам. Подаем питание. Оживает приборка, оживает навигатор. Несколько контрольных ламп у нас остаются. Именно давление масла и аккумулятор. Снаружи, ровным счетом, машина себя никак не выдает. Включаем габариты. У нас сразу вот так вот, прям без всяких объявлений, включаются основные блок фары. Ну, на самом деле, лайтмаска такое себе. Прям такое себе. Вот вся моделька вот этих лампочек, вот вся, что она есть, она вся светится. Нет вот какого-то ощущения того, что эта фара, как будто бы просто пакет молока разлили туда, включили и, ну, в общем, некрасиво выглядит. Вот так у нас выглядит ближний свет фары и вот так, соответственно, у нас выглядит дальний свет фар. Также у нас, обратите внимание, сразу при включении габаритов подсвечиваются таблички. Вот это очень прикольно сделано. На самом деле, было бы здорово, если бы разработчики официально такое добавили, да, чтобы вот эти стандартные таблички водителей, они подсвечивались. Было бы очень даже прикольно. В задней части давайте полностью все погасим. Опять же, вот так у нас выглядят габариты. Ну, и дальше все, соответственно, как оно и есть. Вот оно, пожалуйста. Вот он, задний ход. Ну, лайтмаска ужаснейшая, конечно. Это, ну, просто ужас какой-то. По салону, как это у нас все выглядит. Габариты, такая ядовитая белая подсветка. Ближняя и дальняя индикация. Работает, аварийка работает. Свет в салоне только у нас в водительской кабине. В самом салоне у нас вроде бы как бы типа даже видно, что лампы включаются. Может быть, они и есть. Может быть, свет и есть. Но, да, есть, есть, есть. Вижу, да, все, все, все. Вижу, беру свои слова обратно. Да, он как бы типа там зажигается. Но тонировка у нас настолько глухая, что ни хрена через нее не видно. Вот просто ни хрена. В общем, благо место есть сейчас заночуем. И дождемся уже рассвета дождливого питерского утра. Итак, проверяем сразу работу дворников. Это у нас первый режим. Видим, что даже у нас селектор выбора режима дворников также анимирован под рулем справа. Это второй режим. Это третий. Самый-самый-самый-самый быстрый. Далее. Поворотничек правый. Поворотничек левый. Аварийка. Где-то включаются. Ага, вот она, вижу. Клавиша анимирована. Ну, блокировка типа, наверное, есть, скорее всего, на нем. Поэтому просто доверимся. Подъемная ось у нас, как я полагаю, будет работать только когда мы с вами запустимся. По анимациям давайте смотреть. Левая форточка у нас работает. Но капельки остаются в воздухе. Это такое себе. Ну, и, соответственно, у нас также открывается дверь, где капли тоже все вот так вот порнушно, откровенно признаться, остаются в воздухе. Больше никаких анимаций, соответственно, у данного автобуса и нет. По регулировкам. Давай посмотрим. Настройка сидения работает. Фовы, шмовы. То есть, ну, все это прям просто вообще отлично. Регулировка руля у нас также работает во всех плоскостях. Настройка зеркал у нас отлично. Малое, левое тоже, в принципе, неплохо. Переднего зеркала нет. Бокового зеркала у нас также нет. Правое зеркало работает. Ну, и, соответственно, малое, правое также у нас беспроблемно работает. Ну, подожди, а если боковое посмотреть, как-то его можно регулировать? Может, это как-то под шторку подвязано? Нет, я думал, шторка будет типа опускаться. Солнцезащитное. Но, к сожалению, к сожалению, снаружи дворники у нас также анимированы. Анимацию дверей мы видели. Давай запустим мотор и попробуем поиграться с пневмоподвеской. Ну, такая достаточно быстрая пневма. Это у нас самое нижнее положение. Сейчас мы поставим автобус в транспортное. И вот оно максимальное у нас. Завышение, опять же, скидываем в транспортное положение. Нажимаем поднять. И, да, ось у нас неподъемная. То есть, вот как она есть, так она и есть. Чисто служит, так сказать, подруливающей осью. Не более того. Дождь, в принципе, я думаю, тоже можно выключить. По ошибкам в логе все желтое. Какие-то строчки есть красные. Но, в принципе, это не критично. Ошибок много в основном по деффайлам. Но это как бы ерунда. Играть абсолютно не мешает. Что касаемо пассажирского мода. Естественно, все это будет поддерживаться. То есть, не стоит здесь строить каких-то иллюзий касаемо того, что здесь мод не будет работать. Этот пассажирский мод, по большому счету, давайте уже раз уж на то пошло, я объясню. Пассажирский мод, он, ну, просто добавляет, грубо говоря, новые места разгрузки. А грузы он меняет на пассажиров. Ну, либо, если хотите, пассажиров добавляют в грузы. По сути, просто у вас вместо прицепа пассажира, вместо точки разгрузки какая-то остановка. Естественно, этот автобус будет с этим работать. Все это здесь будет поддерживаться. И так что можете смело, спокойно ставить мод на автобусные перевозки. И все у вас будет прекрасно. Далее, господа, вас ждет тест-драйв. Я тоже послушаю эти замечательные вольвовские звуки. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то поставьте лайк для продвижения этого видео в рекомендации другим людям, которые на канал еще не подписаны. Ну, а если вы пришли по этим самым рекомендациям, либо просто не подписаны, прямо сейчас исправляйте эту ситуацию. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...